То, что почему ты по-настоящему не перевел начало закат? По-настоящему? Ну да. Ну как, я прочитывал его. Ну и что? И темные места прочитывал твой приклад. Ну так я его и перекладал. Да, у тебя одни темные места в твоем прочитывании. Почему? Не правда. 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 Ну хорошо, ты помнишь, как это самое? Ты это слово не помнишь, и то слово не знаешь, и то не понимаешь. И все, и вот так есть текст. Да, так есть было, но не всюди. Деще я понимал. Ну как бы, если мне показать китайскую грамоту, я, допустим, ероглиф Шань тоже познаю. А еврейский алфавит я вообще весь знаю. Так. И даже его киноимя, и даже Самоэль киноимя еще несколько познаю. Ну и что? То это уже справа не во уморасе, а в Лексике. Ну так, как бы, кто же мешает? Можно было бы взять, перевести и сделать. Больше того, я считаю очень ужасным явлением то, как ты отнесся к палевоэтнографии, которая описана в начале заката. Помнишь это дело? Памятаю. Ты как-то уже переосмыслил палевоэтнографию или нет? Ну я не прочитывал начало заката. Стих аж далеки читать. Почему? Почему? Ну, конечно, право развиваться добровольно. Ну так, очень много направлений, в которых нужно развиваться. Как бы начало заката, есть начало заката. А мифология, есть мифологиями. Пошу китала Тавроса Трегранаса и Пошу китала Тавроса Трегранаса. Там, сейчас же мы не забирали сон. Смотри, во-первых, сон ты слишком ему сдаешься. Во-вторых, Таврос Трегранас, ты впустую тратил кучу времени, изучая всех кельтских быков, вместо того, чтобы просто конкретно определить Шойка. Потому что вообще имя Тавроса Трегранаса, оно очень просто, ну просто три Гранаса, то есть три Солнца. Ты же прочитывал, что по кельтски Гранас Солнце? Ну, я потом уже это выявил, когда не знал, что Гранас был такой бог. Нет, я прекрасно помню, что я у тебя спросил, что ты знаешь, как по кельтски Солнце? Ну, Аррия, ну, смотри, какое у тебя было завдание. Ты сказал, что я таки в кельтской мифологии, ну, что взагалі, спочатку, я такий Таврос Трегранас. Потом, что он такий в кельтской мифологии. Да, да, да. В интернете, как бы, найти, я уже смог его, только когда знал его назву, так как он пишется там в них. Тарвос Тирагарагаранус, ось так. Тобто так я не смогу найти. В каком-то замотаном в клейонку, схованом на верхней полице, энциклопедичному словнику мифологии, я чудом просто натрапив на цього Тарвоса Трегранаса. Какое-то, там, згадывание чего-то там и так далее и тому подобное. Потом уже, я хоть что-то про него там, дизнався, что есть вот эта стела с Йезусом и ним. А дальше, понимая, что могут быть разные спайки и так далее, что вот он бик. Я думал, что, возможно, там его назвать, оцей Донко Альгне, там, где згадывается его Донатарус, тоже что-то похожее. И я стал, ну, рить, чтобы... Ну, ты не начал рить вообще самого Тарвоса Трегранаса. Еще раз? Ты не начал рить самого Тарвоса Трегранаса. Куди? Ну, у меня не было... Значение слова рить, потому что в кельтском языке Гранас Солнце. Три во всех индоевропейских языках есть три. Ну, три для меня не зрозумело было, что это. А Гранас, ну, я уже потом это выявил, когда ты сказал заранее, ну, так, это я не рил. Ну, я не знаю, я не звернув увагу. Я кельтских уже из этих, ну, так, проглянув, бачу, что не связано с быком и так далее. И выходит, что ты каких-то быков вообще никогда никому не нужных поизучал, а Тавроса Трегранаса так и оставил на произведение. Ну, там много всяких таких философских концепций у кельтов было, которые сгнили вместе с кельтами, по сути дела. Ну, не знаю, все завжди так в пошуках. Доводится забродить тебе какие-то... Ну, это все потому, что ты сам не определяешь, что нужно. Ну, почему? Для меня, ну, важливым было... Если Тойбик, то я... Да не Тойбик. Задание определить... Например, в каком-нибудь поселенном, не Ганнскому, а больше там... Ирландскому, его могли назвать по-другому. Хотя это одна и та самая личность могла быть. Так задача не определить было, как его назвали во всех окружающих народах. А задача определить, кто такой Таврос Трегранас. Ну, так, но то, что это могла быть одна и та самая личность, могла дать мне больший спектр. И если бы так было, то ты бы мне сказал, а почему ты не нашел и другие ведомости в кельтской мифологии, и про других беков? Не сравнив, не нашел и общие рейсы. Можливо, это один и тот же самый. Такое бы точно могло быть, как бы... Можло бы быть, если бы только не учитывать, что мифологических беков, как правило, везде целая куча. И сравнивать всех мифологических беков, это просто кошмар. Ну, это уже ты знаешь. Я, например, этого не знаю. Ну, так, нужно было делать лучше. Нужно было, как бы, иметь больше працездатный мозг, я не знаю. И нужно было до этого времени больше знать эту мифологию и так далее. Но в этой реальности это не так. Ну, это все зависит только от тебя. Ну, так. А пока получается, что это вообще кошмар рассказывает? Могло быть лучше, могло быть лучше. Вот. Поэтому... А вообще этнографию какую-нибудь древнюю ты хоть чуть-чуть изучал? А что включает в себя? Это что? Ну, вообще понятие этнографии. Писание народа со всей его культурой, со всеми его высшими особенностями, генетикой там. Ну, все. Так, частково, где-то что-то. Надо изучать паревую этнографию. Да, много. Ну, все надо изучать. Ну, да. Кстати, что ты помнишь про островийцев? Те, что они на островах. Да, не помню. Я с начала заката не помню уже. Багато. Ну, и тогда как можно сказать, что ты его изучил? Ты его просмотрел? Нет, я и не скажу, что его изучил. Я же сказал, что я прочитывал его. А те, что не зрозумело было, перечитал. Ну, во-первых, перевод там тоже, как бы, далёк от идеала. Очень далёк от идеала. И, по большому счёту, это надо садиться и переводить все тексты от начала до конца. Ну, я сам за любки доберусь до словників, когда будет, ну, час и, возможно. Я надеюсь, что не забудешь проснуться. Я говорю, надеюсь, что не забудешь проснуться. Что я не забуду проснуться. Проснуться. А проснуться? Я не забуду, а помню, чи проснуться. Ну, как? Ну, то есть, ну, что происходит? Та не, ну, что, ну, смешно про это говорить. Конечно, нужно заставлять себя прокидать. Ты поздно лежишь. Ну, а что тут тяжело? Ну, так, я злоб. Не, ну, что тяжело или что? Я не понимаю, ну, вот, ты, допустим, пообещал, что проснёшься во столько, и что мешает взяться проснуться? Бажание спать, ничего не делать. Ну, хорошо. А какой в этом сне смысл? То есть, это занятие бессмысленным делом? Ну, что вы, как, там, течили дрянь, там, чище? Так не утечёшь всё равно. Больше того, материальный мир так сделан, что чем больше куда-нибудь хочешь от него утекти, тем больше он так будет показываться, что не утечёшь уже никуда. Здесь же всё так сделано, что, допустим, человек в своём невежестве стремится к наслаждению, однако противорез возникает, что он получает такие страдания, что там о наслаждении можно уже и забыть. Или стремиться к любви, а получается, что там все вот эти эмоциональные грюки и там чаще ненависть возникает, чем любовь какая-нибудь. И сколько раз так уже получается, что если человек к чему-то грешному стремится, то боги дадут точности, да наоборот. Ты же, наверное, тоже такие примеры знаешь, а? Ты же, наверное, тоже какие-то такие примеры знаешь. Знаю? Ну вот. Поэтому найди мозги и просыпайся, когда нужно. А чё не пришёл в ту и просить мозги? Ну что, там же Катя обещала, что она придёт. И я ему сказал, что он не нужен. Хватит, я Катю уже пугал маркера. Ещё этим буду пугать. А чё пугать не? У нас чё такая взглядана, чи чё? Не, ну не то, что взглякана. Ну вот Маркев, допустим, на её детей там очень обижался и… Ну, он хотел, чтобы они вам не заважали. Ну да. Ну так тут тоже у него причина была. Размонялись, вы дуже развязали. У всех есть какие-то причины. Однако не в этом дело. А дело в том, что, да, он как бы агрессивно относился к её детям. А тут ещё показать чучела, которая вообще сама не понимает, зачем оно надо и зачем Катю такими чучелами. Да у неё своих чучел там варяется. Это у неё не варяется? Везде. Ну у неё куча знакомых всяких из полезных. Но есть и разумные знакомые. Это отдельная история. Да, значение мантр какое-то там… Уточнить есть желание или приступаем? Какие имена мы будем читать? Ну и те, что уже читали и мантры к богам будем читать. А вот мы читали мантры Рата В, Рата Й, Рата Й. Рата Й, Рата В, Рата Все. Что это за мантры? Древняя мантра. Ей много тысяч лет, там, может, пару сотен тысяч лет. Ещё. Помогает направиться в сознание справедливости. И изучить их нашу прородину? Ну да, ну нет, ну нет, ну никак. Почему? Потому что, вы же знаете, что слово Рата, оно означало не только гиперборею. Так же? Ну да. А что оно ещё обозначало? Правь. Отсюда бы есть, допустим, в английском какое слово? Хорошо, как англичане говорят, когда у них всё хорошо? Окей. А какой ещё есть вариант? Very good. Вот всё в порядке, как по их. Ну, я только-то забыла. DTR. DTR. Ты что, ничего не слышал, что мы говорили? Ну, и так частково про Рату, там. All right, говорят. Вот. А. Из чего состоит данное выражение? О, всё, right, хорошо. Да. Нет, снова, не хорошо. Right, как бы, порядок, то, как должно быть. Право. Да, правая рука, справедливость и так дальше. То есть, допустим, в английском языке корень right соответствует корню right в славянский. А, хорошо. А какое похожее слово, допустим, встречается в хиневических книгах? Башка, да. Ну как? Вы же помните, как читали? Я читал. И что там есть? Виа де Перуно. Санте и Виа де Перуно. Как слово Санте связано с словом Рата? Ну, есть там вот такие сами пуговые. Ну это насмешка. А конкретно, какое там есть слово, которое соответствует слову Рата? Ну там Санта, там Рата. Чего? Ну, там Сантья, тут Рата. Ну… При чем здесь Сантья? Сантья – это другая вообще со всеми дели. Ну, ты же меня вспоминаешь? Я не разумела. Я спросил совсем другое. Какое в хиневических книгах есть слово соответствующее слову Рата? Я не помню. Да помните его в сто процентов. Ну, если вы скажете, то точно задать. Я так не помню. Ну, а если подумать? Искали наши археологи останки скелетов через тысячу лет. И что, не шли? И что, не шли? Не, ну если мы так будем ждать, пока слово само найдется. Ну, не шли. Ну, так там есть такое одно понятие, очень важное, которое многие эзотерики стаскали и потом прыгают и кричат, как хорошо, что в славянских ведах это описано. Ну, не помню. Законы Рита, помню. Ну, так что ж не помню. Ну, по смыслу так. Почему по смыслу? Даже по звучанию. Что такое Рита? Или вы думаете, что это законный Рита какой-то? Или чего? Слово Рита – это искаженная версия слова Рата. И все. Так же ж? Ну, лучше. По всем лингвистическим корням и всему показывают что-то. То есть законы прави, законы справедливости. Если дословно. Ну, правда, за законы справедливости Ехеневич там часто выдал непонятно что. И понятие закона Рита он сузил только к аспекту телегоний. Ну, вообще само понятие, что законы правят. Хорошо. А помните дословное вообще значение слова Рата? Та, что у Ра. Та, что належит Ра. Ну да. Та, которая принадлежит Ра, та, которая утверждена Ра, та, которая создана Ра. То есть Рата – это справедливость. Законы Раты – это законы Риты. Ну, если в изначальном смысле, а не в том, как Ехеневич или Скаверка, то это законы всех изначальных божественных устоев прави, которые дал нам все. Первое, что мы звучали по смыслу, то Рата Е, ну, единственное, что может Рата Ве. Веды есть. То Рата Е – это то, что она ясное, так? Ну, и то, что она существует – это буквица ЕСЬ. И то, что она помогает нам воссоединиться со Всевышним – это буквица ЕСЬ. Датаяр, как выглядит буквица ЕСЬ? ЕСЬ, как современная украинская. Нет. Короче, понятно. Изучать… В современной украинской… В общем, изучать ему и изучать там… Ну, не так сам. Ну, по крайней мере, у вас хоть какие-то там… Ну, так я же с кикицем занимаюсь. Ну, так это тоже глюк, когда… Вот Караслав уже там уже сколько? Восемь лет. Он говорит, да я только начал. Ну, так мы уже восемь роков, 15. И это еще и восемь месяцев немае. Да неважно. И так Караславе через восемьдесят лет скажут, да я только начал. И не позвонил. Вот, Караслав. Да что удивляться. Да никто не дивуется. Как тот психиатр, который должен других лечить, а он постоянно воет из-за того, что его никто не понимает. Мы их ко мне не любим. А до той же проснуться не можем. Так что что есть, то есть. Хорошо. Приготовить что-то. Осторожнее. А кий бог чего? Мудрости. Мудрости? Ну да. Так тот бог мудрости. Ну да. А кий это тот? Ну да. Ты же, не знаю, мог где-то в тексте как об этом все начитать. В прошлом? Я говорю, что нужно детально и внимательно читать тексты и там все это давно уже было написано. Так что все хорошо. Что? Летите все тексты. Да практически во всех. Даже вот те, что там мои вот осемеры, которые есть, и там это описано. То есть что там тот и написано до ревняю кий, там такого немало. Ну написать тот и до ревняю кий это будет для дебилов уже совсем. А допустим обозначить, что кий это одно из воплощений числа бога, то это вполне нормальная такая научная... Ну значит я просто пустил ползубахус. По всему нужно обогретить увагу. Не нужно отрешиться от всего того, что не является важным, и исполнять то, что важно. Или какие-то другие есть идеи. Или какие-то другие есть идеи. Кремльякою. Угу. 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 Вот, что? Переходим к дальнейшим мантрам и что-то разберем. Да ты, Игорь, что будем разбирать? Мне тяжело сейчас что-то слушать. Мантры от нас. Я не зацикавленный в разборочке. Я буду много прослуховывать, а потом Ария меня будет запитывать и сказать, и мы же об этом говорим. А я не слышу. Треба быть внимательным, а ты не слышишь ничего, потому что ты не слышишь моразь. И так далее. О, добре. Сейчас я буду рассказывать всю древню историю. Это очень интересно, чтобы сейчас все прислушать. Или с микрофоном. Не интересно. Какие государственные образования территории Украины ты знаешь, которые были до Киевской Руси? Племена. Метеродеты, а что вы знаете? Ну что? Сарматы. Перед Сарматской династией. Скидская. Но нет, они параллельно шли. Ну не знаю. Кемерийцы, Скидки, Сарматы, Аанский союз, Мизинская стоянка, Ратая. Трепельская. Вот такие творки. Но это ведь не джавний твор. Нет. А Трепельская? Трепельская культура? Ну Трипольская культура, это современное название Трипольской культуры. Барата. Да. Хорошо. Вы что-то знаете все-таки. Кто? Хорошо. А что знаете про Иверию? Это грустно. Нет. Дело в том, что в древности существовал Великий Иверийский союз. Отчасти до, а отчасти параллельно с Кемерией существовала Иверия. И изначально Иверия она, если Кемерия она на всю Евразию, то Иверия она на всю Европу. И с такими эпизодическими заходами за Урал, на Кавказ и в Северную Африку. Оттуда, допустим, и многие западноевропейские регионы имеют название как Иберия, Иберийский полуостров и так далее. И собственно Иберия это и Грузия. Так что есть. А какие цены? Ну это где-то пять с половиной. Уже после Можебошной? Отчасти даже во время. И Иберийцы, допустим, на территории Испании существовали фактически даже при Римской империи. И их добивали уже христиан. А допустим, что ты знаешь про Артура? Артура Рекс? Чико? Ну да, да. Ну, сегодня герой многих романов. А почему ты с насмешкой сказал Артура Рекса? Ну я не знаю просто, из которого ты имеешь в виду Артура. А насмешка или какая это за смешка? Ну это не насмешка. Просто... А что это просто? Ну просто, что он известен как король, а правильно как Рекс. И я смею. Ну не знаю. Ну дивное у меня такое чувство. Какая дивная вещь. Ну надо что-то с этим чувством сделать. Так а чему? Ну... Ну... Ну зачем оно какое-то непонятное? А кому оно заражало? Ну а зачем оно нужно, даже если оно никому не мешает? Ну так тогда оно никак не шкодит. А мне от этого веселее живется. Ну так это же иллюзия какая-то, веселье какое-то. Какая? Ну а веселье, это же иллюзия какая-то. Так все иллюзия. Эти знания тоже иллюзорные. Бо эти знания, они про иллюзию. Да нет. Ну так? Нет. Ну как? Просто нет. Ну почему просто? А расскажите? Ну в конце концов, ну типа там в духовном освете, они по сути великого значения не имеют. Потому что там... Какое значение имеют в духовном освете? Артур Рекс. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну серьезно. Ну серьезно. Всевышний создал материальный мир, Всевышний установил в материальном мире правила и дал те или иные обязанности каждому живому существу. Это не иллюзия. А какая-то вот эта веселость, какое-то удобство сна. Там, когда вместо того, чтобы о ведах думать, я сомневаюсь, что у тебя уже желудок там кричал, что давай туда насыпай твою кашу. Очевидно, это из ума все-таки команда шла. То есть вот это как раз иллюзия, что заниматься тем непонятно чем. А правила... И, кстати, знать прошлое, это тоже одно из правил, которые Всевышний установил. Ну так, я за это. Поэтому горю Всевышнего иллюзия называть нельзя. А глюки по веселости – это точно иллюзия. Это со всех сторон, с какой бы ни подойти, это иллюзия и глюк. Ну а чему ты тогда смеешься? Ну и жартуешь тоже. Чему ты так принципово не находишься в робостанке, который только воспринимает и сообщает информацию, и выполняет определенные действия, а все-таки свои сирасы, чакры как-то подразняют? Подразняют? Сирасы, чакры. Где ты там? Ну, надразнюю я сразу чакру и все, как бы, знаю доброе. Просто, не знаю, вопрос не в том, что там я что-то шучу или не шучу, а просто над чем я шучу и с какой точки зрения. Если, допустим, какой-то момент его нужно поднять, чтобы привлечь к нему больше внимания и детально разобрать, это одно, а если там непонятно из-за чего тебе тут Артур мешает, что он Рекс или не Рекс, то это, мне кажется, каким-то глюком великого. Есть данные про князя? Есть же или что? Ну, я не сильно знаком с данными про князя. Так почему над ним и над смехаться? Я не смехался над ним, я его не знаю особо. Но по тому, что я знаю по каким-то там напевказкам и так далее. Навпаки, очень достойная особистость. Так зачем он смехался? Я не смеялся над ним. Я смеялся скорее над обставинами, связанными с его титулом в сучасном суспільстве. А что с обстоятельствами? Я недавно узнал, что Рекс может быть не только собака или динозавр, а это древнее слово, которое означает князь и так далее. И мне не знаю просто, ну, я не могу до конца объяснить. Если воспринимать, что Рекс это собака от какого-то там тупого фильма, то это идиотизм. Потому что этот тупой фильм сколько он там там, не знаю, 20 лет или сколько лет. Ну, ясно. А, допустим, снова почему, допустим, тиранозавр Рексом называется? Это же не потому, что он в честь собаки назван, а потому что это царский тиранозавр, который там главный среди них, который там доминирующий. Поэтому даже в этом это нужно разбираться в суть, как с тем же таврам с тригранусом. Если ты разобрал, что такое гранус, то ты понял, что это тригранус, то есть три солны. Так и этот Рекс. Ну да, там есть Рекс, то есть царь динозавров, а есть, к примеру, это как говорят, титул. Все историки знают таких царей, как Германарекс, Элдорекс и целая куча еще их других всех. И что? И Артур Рекс вполне вписывается в эту последовательность. И что здесь смешно? Просто смешно, что, не знаю, ты историю не учил. Ну, возможно, я над сыном смеялся. Я же говорю, мне тяжело докупаться до причин. Ну, ни в каком разе не подумать, что я там смеялся над Артуром Рексом. Никаких причин для насмешок, даже с тех видомостей, которые я маю про него, я, как бы, не маю. Да, вообще-то он мне даже не особо мешает. Если бы было, то Зашу над ним смеяться, то я даже готов бы помочь. Вопрос в том, что если есть Зашу, то да, давай его там засмеять до основания. Ну, а если там непонятно над чем, непонятно зачем, то зачем оно надо? Так я же не над ним, я же еще раз поясню. Ну, я же говорю, что если не понятно, зачем, не понятно над чем, не понятно кто, когда, то зачем оно надо? Что, паразитов кормить? Энергетически. Ну что с тобой такое? А что, что, я не чую, что? Я говорю, ну что, нигде тебе не попадалось, кто автор Майяна или что? А, да не знаю. А где могло быть? Ну где? В книгах по индейской мифологии. В моих текстах. Причем я даже помню несколько раз я тебе говорил, кто автор. Автора? Да. Ну, это же не В'ясудеба, правильно? В'ясудебы не существует. Ну... Ну... Ну скажи, что ты не можешь ты нас поделывать. Ну, В'ясудебы не существует. В'ясудебы. Ну, В'ясудебы там и кофе. Веселье, то есть я вот начал задумываться над этимологией слова веселье. Мне кажется, что здесь что-то связано с повешением. Корень. Ну, нет. Там Ви, а тут Ве. Ну, да. Веселье. Тут Веселье, а не Веселье. Это что-то тоже... С весной больше связано, наверное. Не уверен. Современное веселье, оно как раз лучше с веселью. С веселью. С веселью. Да нет, давай уже к веселице. Ну, там тоже Ви, а не веселью. С веселью. С веселью. С веселью. В'ясудебы не может существовать в природе. Кто может? Есть В'ясадева. В'яса? Да. И есть В'ясудеба. Это совершенно разные слова. Ну, я-то знаю, что и разные. В'ясадева. В'яса нету. В'ясадева и В'ясадева. Да. В'ясадева и В'ясадева. Да. А кто ж написал? Так никто из них. Ну да, кстати. Вот в чём он больше проблем. Нет, не проблема, а даже очень хорошо. Ну, хотя как, можно сказать, что в какой-то мере Вас судеба написал? То есть, какую часть всего? Да нет. Он её заредактировал, засковеркивал. И на его время она уже считалась древней. Однако. Не знаю, как же твои мозги найти. Ну хорошо, я тебе, допустим, говорил, что он одну жизнь праведная и одну жизнь грешная. А, как же их назвал? Помнишь? Ну, помню. Был родственником, потом святым. Ну да. Это миссия Иисуса Его. Нет, мне нужно дать вам не надо. А почему не надо? Мне тоже нужно. Не, ну я потом дам очкаю. Сначала Датаяра. Так вот. Что? Вспоминаешь, чи что? Что? Ну, был кто-то такой, кто там скакал, то очень праведный, то... Как его зовут? Что? Как его имя? Не знаю. А если бы ты задался целью гипотетически реконструировать по имеющимся материалам, как его звали? Брехаспати. Нет. Так. Где... Кула-ла. Куда вырвать? Где ведерко? Брехаспати, он не был автором вообще никаких текстов. И Брехаспати, он как бы, если Велмак, он то одну жизнь качественный бандит, а другую жизнь качественный праведник, то Брехаспати, он одновременно такой вот бандит. Идеологический бандит, скорее. Такой у него такой приспище. Брехаспати. Ну, отец лжи, безусловно. Ну, так. Брехаспати. Ну, пока пуска с ней. Однако. Велмак. Велмак, автор Ромаэна. И кто у него жил в монастыре из участников Ромаэна? Как вы думаете? Ну, кто из Пандавы в Абуско-Ураве? Фе! Какие пандавы в Абуско-Ураве? А, это Ромаэна. А то Махабхар. Велмак. Ну, кто? Может, это какой? Хануман, может. Хануман? Почему? Да я не знаю. Я не читал Ромаэна. Надо читать. Постоянно. А когда же Бог бы это учить, если Ромаэна читает? Ну, почему? Можно одновременно изучать. Ну, да. И молитвы. И... Хануман, корай. Развиваются круги мышления разные. Ну, а что делать? Это что, одночасно читать и молиться. А чего бы нет? Ну, и, к примеру, можно глазами читать. А шабушками Ромаэна изучать. Это шутость в Нью-Йорке. Ще выучить моб, ну, для сверхуходимых и читать так. Пальцы. Нет, пальцы нужны для того, чтобы перебирать четко, перебирать листы книг, допустим, криску нажимать и так дальше. Ну, добре. Переформатовать как-то так писемность в запаху смаковые. А это уже будет грязь, которая нецеписообразна. Поэтому лучше всего настроиться, чтобы, допустим, несколько видеозаписей или аудиозаписей слушать сразу и в это время читать. Кого слушать? Ну, слушать, допустим, аудиозапись по романе, к примеру. Ну, это не качественно. Почему? Это очень русинство. Почему? Ну, почему так сильно? Чтобы быстрее изучить. А почему быстрее? Ну, снова ты возвращаешься к глюку, что зачем быстро. Потому что, когда ты помрешь, пока все это изучишь. Ну, ничего, еще жизнь потрачу. Потрачу два життя. Это идиотизм. Мы должны ценить нашу жизнь, потому что непонятно, кто куда пойдет после этой жизни. Не факт, что я так хорошо запомню. И когда буду и слушать что-то, и читать. И потом мне это по-другому... Ну, так, что мне так нужно будет три раза это прочитать, чтобы что-то запомнили. Так мне нужно будет шесть или восемь. Потому что я буду паралельно кусок того, кусок того. И вон у меня будет одна в другую клепаться. И не знаю. Ну, с таким рассуждением согласен. Однако, выходом из него считаю следующее. Не чтобы отказываться от многохранного осмысления, чтобы наоборот, качественно свой мозг так распределить, чтобы одна часть восприятия воспринимала качественно написанную информацию, другая часть, чтобы воспринимала один голос и, допустим, с одной стороны комнаты, если поставить... Я понятия не маю, как это делать. Может быть, ты как-то чувствуешь или видишь эти частины мозга, которые можно куда-то распределять. Для меня мозг, как большой кусок мяса и все. И увагу, которую я могу куда-то направить. Это потому, что ты не поверяешься там. Ну, а я не представляю себе, как это можно делать. Ну, просто не представляю. Тобто, ковыряться. Ну, я не знаю. Честно, загальни какие-то вещи. Нет. Ковыряться я не имею в виду, чтобы там вилка ковыряться. Я имею в виду, чтобы думать, к примеру, как сказать... Вот для обычного человека балет там кажется тоже чем-то невероятным. Или, к примеру, есть те, кто изучает разные боевые искусства, и они там изучают кучу стоек, кучу разных комбинаций. Кажется, что когда они встретились, они не просто махают руками, а на самом деле они воспроизводят последовательности, которые они до этого изучили. И настолько тело, то есть руки, ноги, мышцы синхронизированы с мозгом, что они все это могут делать. Так же ж? Ну, а як... А акробаты, к примеру, которые могут, не знаю, на мизинцах ходить. На одном мизинце ноги прыгать там, к примеру. Или что-то такое. Ну, я розумею, таких прикладей можно багато узнать, а вот конкретно с мозгом... Ну, а как они начинают? Они начинают двигаться в том или ином направлении. Так и тут, если ты начнешь двигаться в направлении того, чтобы разделить восприятие. Так что, какие пункты? Не розумею. Ну, то что значит разделить восприятие? Там так. Поднять руку, а тут разделить восприятие, я не розумею. Ну, я не розумею, не розумею. Как это разделить восприятие? Там не просто поднять руку, там тоже и изучать, и много чего делать. Ну, здесь как? Экспериментировать и просто культивировать то, что нужно, допустим, как вариант. И постепенно отслеживать, что мешает, и это убирать, и культивировать то, что не мешает. Ты же не экспериментировал на эту тему вообще, я уверен. Я не являю я, я не розумею я. Ну, как, берешь, включаешь с одной стороны комнаты одну запись, с другой стороны другую запись. И посредине комнаты сидишь и читаешь. Ведь тебе же не составляет труда определить, когда говорю я, когда говорит метродат, например. То есть, и даже сейчас ты как бы разделяешь восприятие, что ты можешь слышать ее голос, потом и слышать мой голос, так же ж. Вот так же параллельно слушать. Ну так, но когда вы будете разом говорить, я не буду воспринимать нормальную течень. Ну, к сожалению, да. Поэтому надо экспериментировать. Это не что-то такое невероятное. Это просто, что надо на это потратить время и надо это захотеть. И ты это даже не хочешь. Ты думаешь, что жизнь такая длинная и что за жизнь ты все успеешь, а что не успеешь, ну ладно. Да что бы не встигать? Ну что? Ну что встигать? Что? Изучить буквицу, устроить возрождение человечества. Сколько встигну, сколько встигну. Вот. То есть, получается, тебе же предки не сказали, сколько дадим там тела, столько и дадим там. Например, одна рука будет, пол ноги и четверть легкого. А далее воплощение нормальное. Далее относительно мозга нормальный, чтобы ты понял, что надо веды изучать. Далее возможность веды изучать. То есть все лучшее возможность... Ну так, но они дали мне те задачи, с которыми я... Тварины, например, могут с разной скоростью долать определенный пространство. Правильно же? Так же и люди в разной скорости могут выполнять свои обязательства. Просто некоторые не понимают ценность того, что более важно. И они ковыряются в каком-то дерьме. И, конечно же, они исполняют по отношению к тому какие-то обязанности. А то, что самое главное, не исполняют. Ну да, есть такое. Ну, если, допустим, даже пример с обычной школы приводить. То можно же говорить, что каждому по-разному дается. И что каждый по-разному одаренный. Ну, по факту один учится, а другие там или курят где-нибудь сбоку, или там еще что-то делают, или просто сидят и ждут, когда это все закончится. И здесь просто отличный выбор каждого отдельно взятого существа. Ну и соответственно то, что человек учится, конечно изучит. Но это не значит, что те, кто занимается идиотизмом, не могли бы изучить то же самое. Не, ну может двое учится, но один, ну, швидше, а другой как-то меньше. И все. И один выучит это за три года, а другой выучит это самое. Это все условлено только целями самого человека. Если ему это не надо изучать, или он это изучает так, потому что это надо для какого-то там дела, на самом деле путь куда идти. Даже относительно той же пищи и экскрементов. То есть, допустим, человек поел растительную пищу, отложил экскременты. И как получается, что экскременты, соединившись с почвой и зарядившись солнечным светом, дают возможность взрастать новой пищи. То есть, Всевышний указывает, что он нам дает что-то, мы это неправильно используем, превращаем в экскремент. И все равно он и матушка природа дают снова возможность создать нам что-то полезное, чтобы мы это использовали на развитие, а не на создание экскрементов. И то, что центр везде. Ну, много идей, которые конкретно вмонтированы в природу. И идей, которые непосредственно дают ключи к духовному развитию. Ты понял, что я? Вот. Всем сгоден. Ну, это одна грань, когда, допустим, я или ты, или кто угодно будет осмыслять именно природу, именно Вселенную, реальность такую, как она есть, и понимать, почему, допустим, атомы, задумываться о строениях атомов. Это одно, это то, что нужно делать. А есть время, когда там, не знаю, искать, к примеру, крестовые шурупы и думать, что это знаки ротари. Или искать вселенские послания в каких-то неровностях асфальта. Или слания и буквы в группировке слову, газете, или еще что-то такое, в чем, в принципе, богами смысл не предусмотрен. Если какие-то черти туда какую-то идею вложить, и голову твою туда повернуть, чтобы ты эту идею увидел, то это не значит, что это нужно тебе для развития. Так же, Жилько? Ну, так а что же не так? Вселенная – это место, где Всевышний изначально дал путь к развитию. И еще раз дал путь к развитию. И пророков посылал, и боги воплощают. Просто потому, что разнообразные придурки. Одни им пекло нравится, потому что они там утоляют жажду причинения вреда. Хотя другие сразу над ними утоляют эту же жажду причинения вреда. И эти дебилы никак не поймут, что пока они будут испытывать жажду причинения вреда, они постоянно будут сидеть в пекле, и другие постоянно им будут этот вред причинять. Вот средние земные хрюшки, они привязались к тому, что вот они такие хрюшки, они не хотят ни в пекло, и развиваться не хотят. Вот там, поспать, там, вместо того, чтобы мантры читать, там, поесть, хотя ты с голоду не умирал. И причем даже, как бы, это далеко не самый худший из представителей. Наверное, один из самых худших из представителей нынешнего человечества. А если их таких, каких-то самых таких худших взять, то это вообще хуже, чем животные. Они сами не понимают вообще, зачем они, что они, кто они, и не хотят понимать. Им говори, что трупятину нельзя есть, что это вредно. А они такие, снова им объяснишь три раза, а разговор возвращается как к исходной точке, они как это все забывают. Потому что у них стоит хрюк, что хочется, они этим руководствуют. А эзотерики, допустим, эзотерики шо? Эзотерики, если религиозные фанатики, они изучают, ну, христиане, они изучают, там, чуть-чуть Библии, там, и послушают, что поп им сказал. Им вот этих каких-то осколков чего-то, чего они так и не поняли, как они считают, будет хватать на всю жизнь. Они дальше и не полезут. Фанатики, но зато убьют за свою религию кого угодно. А эзотерики, это другая зараза, другая грань, как бы, другая, как бы, обратная сторона фанатиков, можно сказать. Потому что религиозные фанатики только в своем колодце сидят, а эзотерики изучают все, и при этом вообще ничему не следуют. И такие говорят, ну, а чё ж, вот есть тот путь, этот путь, чё ж не так. Или до той иллюзии, или это иллюзии. Ну, к примеру, смотри, вот ты поставишь вот эту постановку свою театральную, и понятно, что действия, которые будут на сцене, это иллюзия. Но если кто-то, к примеру, в ходе постановки захочет зарезать другого человека, и скажет, ну, да всё же это иллюзия, это же мы на сцене делаем, то я думаю, что тебе не понравится, чтобы это делали там, так же ж? И тому человеку, которого захотят зарезать, тоже не понравится. Потому что он скажет, нет, это уже не иллюзия. Хоть да, это на сцене, хоть да, это в постановке, но как бы не надо зарезать так, чтобы нас и все. А в материальном мире хоть и иллюзии много, и хоть и структура его иллюзорна, но обязанности наши, дхарма наша, она не иллюзорна. Дхарма наша, она, ну, дхарма непосредственно. Слово дхарма означает, как неотъемлемые какие-то свойства, которые вложены в Всевышний, и которые являются отображением духовной природы. Или ты можешь что-то проверить? Нет, я совсем сходен, я совсем сходен. И что, и какая польза от твоего согласия, если ты потом просыпаться не хочешь? Да, я хочу в перспективе прокидаться, почему? Да, ты хочешь в перспективе, как ты сказал. Ну, так все происходит. Вот ты мне рассказал ту штуку, смотри, что, значит, ты с каким-то глюком, так сказать, остаешься, даешь, чтобы этот глюк существовал, и постепенно сам глюк отпадает. Ну, сам не отпадает. Ну, как это сам? Ну, ты приблизительно так сказал. То есть ты хочешь, чтобы сами глюки отпадали. А если ты понимаешь, что это глюк, почему же этот глюк не выкинь, а ждать, чтобы он отпал? Ну, что, я накидал в мясо, я накидал в горитый. Смотри, я не говорю, что ты совсем уничтожен и что все это самое. Я не буду этого. Я просто говорю, что появляются идеи. Я не могу, возможно, в тебе вдаётся сказать себе, вот я не буду спать месяц, и ты все, с сегодняшнего дня и не спишь месяц. Я не говорю себе, что я не буду спать месяц, потому что для меня вообще не принципиально, что я не буду спать месяц. Ну, я, например, ты хочешь прибирать какой-то глюк, и ты сразу же его прибираешь. Просто я понимаю, зачем это надо. Если, ну, смотри, самый простой пример, что если я иду в поезд, и там у меня ноутбук разрядится, то я там могу заснуть. Если там мантры повторил, на ноутбуке поработал, он разрядился уже, почему бы не заснуть. А если, допустим, я знаю, что у меня есть ещё нередактированные, к примеру, видеозаписи с львовских музеев. У меня есть нередактированные ещё с Москвы куча лекций, а там причём достаточно нормальная была группа славян, и мы достаточно многие хорошие темы разбирали. Я их так до сих пор ещё не отредактировал. Кроме того, куча ведических текстов, которые не перенабраны или не переведены. Поэтому я понимаю, что есть что делать. И я не ставлю задачи, чтобы не спать ради того, чтобы не спать. Я и этого не мав на увазе. Я просто скажу, что ты хочешь прибрати, например, какой-то свой глюк, и тебе на это не нужно витрачать время, а ты хоп и прибрав его. Можливо, в тебе так виходит. Но я... Я просто разбираюсь, из-за чего этот глюк происходит, или можно мне этот глюк не трогать, или мне нужно его ликвидировать и так далее. Если я понимаю, что этот глюк реально мешает, то его надо уничтожить сразу же. Вот я и про это скажу. Может оно в тебе виходит вот так... Да оно не виходит, я это делаю. Оно само ничего не выйдет, если это не взять и не сделать. Значит, в тебе виходит сделать это от разу, так переформулирую. То у меня, например... Ни у кого ничего не выйдет, если человек не будет делать. А если человек встанет и начнет делать, и приложит нужные усилия, настойчивость, решительность, усидчивость, все нужные качества, чтобы этого достичь, то выйдет сразу же. Силы, этих всех якостей моих, яких ты перераховал, нужно на долгий час, чем, например, тебе. Или, может быть, какие-то больше волевые, или еще что-то такое. Да как бы здесь просто нужно понять. Я считаю, что, я уверен, что ты не просыпаешься как надо и ничего не делаешь, не из-за того, что тебе что-то мешает, а из-за того, что ты просто не до конца понимаешь, насколько это важно. Насколько это важно? Ну, важно. О, ты даже сейчас, это как вопрос, ну, насколько это важно? Ну, а так, ну, а насколько это важно? Ну, важно, так. Это очень важно. К примеру, правильно просыпаться, важно, чтобы мозги правильно работали. Сгоден, знаю. И смотри, тебе как, уже боги и так авансом дали. Такое сознание, что ты уже хоть как можешь там и читать, и про вселенную вот это думать, понимать, как там Аллатара. Но они же тебе дали не просто для того, чтобы ты вот так сидел, и что? И какая вот, если ты просто сидишь там и сидишь, и ждешь, пока боги тебе еще что-то дадут. Боги дали возможность, дали как бы почву, дали зерна, давай развивай это сам уже. А для того, чтобы развивать сознание, нужно правильно просыпаться. К примеру, нужно, ну, и ложиться желательно там где-то в часов десять, чтобы уже просыпаться там в часа два-три. Ну, ладно, можно даже не в два-три просыпаться, ну, хотя бы до шести. Это же не тяжело вообще. И, учитывая то, что солнце на землю как раз во время рассвета идет та энергия, которая человека настраивает как следует, а там уже последующие энергии, они уже разрушают. Если получается, допустим, до шести ты лежишь, то ты как раз вот тебя вот эта солнечная энергия и рассвет обходит, и ты встаешь такой весь готовый все. А если там ты в двенадцать проснешься, то уже в тебя войдет не солнечная энергия, потому что уже солнце не там, как бы где голова должна быть, солнце уже сверху. А в тебя уже войдут энергии и предпосылки к закату, по сути дела. Я слушал про эту лекцию, я знаю про это, я согласен с этим. Но это же самое, снова буду повторять. Например, чтобы полностью перестать есть мясо, у меня пришел там рюк, припустим. Зачем? Мясо нецелесообразно удалить и все. Ну что? Ну я же говорю, а в другой человек, например, на это пришло три года или пять года. Потому что я знаю вот те-все примеры, когда человек там годами бросает мясо. И как правило, этот человек сам не знает, почему. Или кто-то ему сказал... Или человек недостаточно понимает, то есть, нет достаточной осознанности, что это надо. Если человек имеет достаточную осознанность, что это надо, человек берет и перестает есть мясо. Потому что, чтобы мясо не есть, усилий вообще делать не надо. Мясо, оно, это как, не надо делать усилия, чтобы там алкоголь не пить, потому что алкоголь сам не врастает, вот даже чтобы встать с кровати, это тоже нужно усилия сделать, а чтобы там мясо не есть, усилия вообще не нужно делать. Неправда, и дезвикание организма, и все, ну, как бы низкие, недорозвинутые искры, искренние... Никакие искры из твоего тела не выпрыгнут, не пойдут сами в магазин, не принесут мясо и не начнут тебе его туда пихать куда-то. Ну так, но есть князь, который равен прохладу, ой, не прохладу, а промысла, там, Митродату, там, а есть князь, который равен Януковича. Так такого князя четвертовать, и все. Ну, то это значит, в таком случае, это значит самогутство людей, да и встать? Нет. Ну так, а что значит тогда четвертовать? Ну, я не говорю, что, допустим, человек, который настолько не контролирует своего тела, что любит четвертовать, но вот таких вот политических детей, которые никчемные, их реально, я считаю, что нужно четвертовать перед всем народом, или даже не четвертовать, а убивать настолько страшным способом, чтобы у каких-то слабонервных женщин от страха выкидыша случались. И тогда никто не захочет занимать княжескую должность, не имея надлежащего уровня сознания. А сейчас что? Если в древности знали, что там хоть, да, права колоссальные, но и ответственность колоссальная. А сейчас что? Вот знают, что можно там государство ограбить, сбежать и там на даче рядом с Путиным жить. И ничего ему нету. Конечно, сейчас всякие кнуры будут во главе государств стоять. В одном там кнуру, в другом там поросенок, в третьем свиноматка, в четвертом еще что-то. И они знают, что в случае их там кто-то в стенки попытается приставить, они сбегут в другое государство, откупятся и так дальше. Да и перед кемем что говорить, если народ такие же, даже еще ничтоженнее хрюшки, чем они. Ну а на уровне тела нужно понимать, что это нецелесообразно. Вот даже тот же Янукович, если Янукович как князь Украины показал себя как ничтожесть, ему пришлось бежать. Значит, если человек вот настолько ничтожный будет вести себя как князь своего тела, то ему придется бежать из своего тела. Это значит смерть. Или смерть, или инвалидность, или что-то такое. Эту проекцию нужно довести до финала, понять, и понять, что это не нужно. Так же ж или как? Ну или как ты считаешь? Так. Ну так почему не так? Что почему? Почему ты да, соглашаешься, что так, но делаешь не так? Ну что, я не могу так швидко. Я ну, я заторможеннейшим не швидко. Да нет, это ты опять сам себе врешь и мне врешь. Это твои глюки, это эгрегоры, это вся зараза. Вот тебе говорят, ты не можешь там. Да я могу, но я просто не могу. Ну вот. Я не люблю такие темпы. Я люблю... А что значит не люблю? То есть ты привязан к каким-то таким вот... Это уже обычай. Нет, это мне интереснее. Я так лучше все засвою и воспринимаю, и оцениваю и так далее. То есть, например, ты проходишь там в музее, в выставку. Ты пришел, ага, оп, оп, и тебе хватает 10 минут для того, чтобы скласти впечатления и так далее и тому подобное. Ты думаешь, что ты там знаешь маски, там короче техники и так далее и тому подобное и тому подобное. А мне нет, мне нужно там походити, хоп-хоп, повернутись, снова походити, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Выйти из зала, а потом сказать, что нет, я все-таки еще посмотрю и оцениваю рамки. И только тогда я смогу скласти какие-то впечатления. Понимаешь? Почему? Ну... Помнишь, как ты рассказывал? Это такая же самая вещь, как то, что ты любишь закрытый отец. Потому что у тебя такая привычка. Не совсем. Вообще у меня никаких привычек нет. К примеру, смотри, я когда-то жил в селе и у меня под рукой была куча котов. Потом я поехал в Московитянию и без животных, без ничего и там энергии и другие. И я могу, допустим, из голубин там или подсознания или там, не знаю, каких-то инкарнационных всех этих дел вытащить какой-то алгоритм действия, который я посчитаю уместным. Ну... ...